Во-первых, кризис, давайте определимся в истоке кризиса. Это не первая волна, а не вторая. Кризис идет уже как минимум в течение последних 50 лет. И кризис, его основа очень простая. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день производят 8% мирового продукта, это по нашим натуральным показателям, потому что они там по-другому немножко считают. По натуральным показателям 8%. А потребляют 50%. То есть разница 42%. Вот эту разницу в 42% есть колониальный сбор Соединенных Штатов Америки. То есть они это потребляют не потому, что они там хорошо работают, а потому что они начальники, главные, победили много стран в войнах. А кого не победили, как Китай, того заставили выполнять их условия. И Китай, Россия платят дань, выкупают ценные бумаги и так далее. Вот разница в этом и заключается. Общий объем российской дани в структуре сверхпотребления США составляет где-то 5-7%. Остальные Китай, страны Бриксит и остальные. Вот истоки кризиса. Дальше эта ситуация, конечно, нравится организации, которой подвергается реке, то платить рекетеру. Но им не нравится никакой организации. Она пытается избавиться от рекетера. Но это обычно трудно, потому что рекетер тоже не дурак. Вот это такие же отношения у Штатов с другими странами. Страны пытаются избавиться. Американцы, естественно, им это не разрешают. В том числе военным путем. Отсюда вот эти события. Сирия, Югославия, Ирак, Ливия и так далее. То есть карательно-военная компонент. А как у любого рекетера, который, если фирма не платит, начинает там кого-то побили, где-то надавили. С одной стороны. А с другой стороны, как бы более мирными методами, страны пытаются избавиться от этой данни. То есть от выплат. В том числе, допустим, то, что Путин предложил, чтобы страны БРИКС создали свою систему резервной валюты, а не долларовой, как он предлагает, и свои механизмы управления. Другие страны. То есть вот эта борьба идет в постоянном ключе. Потому что жалко денег. Но любой стране жалко денег, которая ей нужна для своих граждан. Просто так, которую приходится отдавать американцам. И вот это напряжение складывается в систему кризиса. То есть раньше брать пустые бумажки в виде расписок в получении дании страны не хотят. Американцы должны как-то по-другому строить эту систему. И вот вокруг этого все крутится. В результате сложилась система, когда у американцев возник кризис о путях развития. Причем разница между позицией Обамы и Конгресса небольшая. Там всего 5%. Скорее Обама говорит, давайте больше платить американскому народу из денег, которые мы собираем в качестве дании. А Конгресс говорит, давайте лучше меньше будет платить налоги крупный бизнес из денег, которые мы собираем в качестве дании с других стран. И разница очень небольшая. Вот они как бы вокруг этого крутятся. Поэтому я думаю, что может быть ситуация, когда американцы откажутся от внешнего доллара. Не забывайте, что они предусмотрительно держат в обороте отдельно внешний доллар и отдельно внутренний. И когда вы приедете в Штаты, вы платите внешний доллар, он тут же вечером будет изъят банком и отправлен обратно за границу. То есть в принципе технологически американцы могут сказать, доллар один мы признаем внутренний, доллар два, который вот у России, у Китая мы не признаем. Но я думаю, что пока для этого условия не сложились. Но если условия сложатся, они это сделают. То есть конечно им, ну как бы, они уже это делали. Помните в истории с французами, когда Деголь пытался поменять на золото и так далее. То есть технологически кинуть остальных никаких моральных проблем от этого они не испытают.